всем привет с вами алан и это обзор на 1 лс орбита ванно 2205 и вот сейчас мы кстати видим как вот к орбите подлетает шаттл который по идее загружает астронавтов очень конечно зрелищно это смотрит сейчас он полетит и вот я буквально 10 минут назад уже смотрел на это он улетает и превращается просто очень маленькую точку непонятно куда он приземляется вообще приземляется ли он ну да ладно не в этом и так делать и орбита появляется буквально для тех кто купил сразу можно запускать уже на первом острове буквально когда построил операторов и и вот эти операторы как раз живут на павильоне земледелия агрокультура улучшает нам дают очки экспертизы если мы удовлетворяем все их потребности чем больше удовлетворяем тем больше будет процент бонуса но если мы просто удовлетворяем хотя бы температуру то уже дается 400 процентов бонуса то есть остальные это еще половина для чего нам нужны эти очки экспертизы для того чтобы центре технологий выбирать какие-либо улучшения вначале нам дается вот одно из этих пяти конечно выгодно вначале давать агрокультуры потому что в основном мы вначале используем только соки и так далее почему я не выбрал тяжелую промышленность просто в принципе вот с улучшениями от тундры в принципе очень много и они не так нужны то же самое про электричество когда у нас появляется луна в принципе весь блок электричества нам не нужен потому что выгодно на луне производить электричество и не париться по количеству человек которые там живут в начале советую вам все равно прокачать все эти блоки чтобы у нас появились дополнительное расширение лабораторий то есть всего у нас есть 25 ячеек но который вначале дается по одной и вот эти вот улучшения расширения лабораторий дает нам плюс одну всего таких улучшений вы получаете можем достигнуть до 11 итого 12 лабораторий то есть 12 из 25 то есть придется чем-то жертвовать я пожертвовал целыми блоками электроники и тяжелой промышленности значит горами немножко стоял в агрокультуре хоть это из и самый важный по сути блок но вот этот блок заинтересовал мне чуть больше потому что тут есть производительность всех предприятий в конечном этапе а тут всего лишь 15 но только для земледелия то есть вот этот блок нам снижает просто огромное количество по деньгам которых не так уж и много в отличие конечно от агрокультур которые на деле стоят по деньгам не так уж много но занимает немножко место поэтому я решил все таки сделать именно производительность 5 процентов предприятий также тут есть хорошее улучшение вот это умную одежду это опять же снижает нагрузку по деньгам то есть антигравы которые у нас на луне они делают еще и умную одежду очень выгодно в принципе там где-то две с половиной тысячи делает антиграбов и плюс 500 к умной одежде это по деньгам наверно около полумиллиона точно а вообще конечно орбита смотрится очень здорово как на ю тубе есть программа наса это можешь понаблюдать за планетой землей вот примерно тут так точно также сделано правда теперь мы можем просто посмотреть вот так вот чего не делают в наса все равно очень выглядит эпично космос летающие шаттлы тут мы кстати даже можем увидеть как летают космонавты можно кстати космонавт вранца летает потихонечку правда странно что он по такой тракторе летит но но оставим это на совесть юбисофтов какие любая система что-то опять двигается оранжереи что-то вращается блестит крутится колеса очень все интерактивно сделано поэтому принципе наблюдать одно удовольствие есть несколько модулей в каждой стране естественно то есть в умеренном поясе это будут биоинженеры в арктическом вот эти вот физики но я предпочел строить только эти лаборатории по уже понятным причинам в принципе на этом все если у вас какие-то остались вопросы пишите в комментариях буду рад всем ответить с вами был алан и до встречи